вот у меня ванна где греется теплая вода получается чтобы хорошо помидоры росли огурцам тоже теплая вода не мешает со временем вот на ванной накапливается вот такой вот ил или мусор такой водой отбивается и так иногда сам отстает кажется это ну как бы отходы для растения это удобрение очень хорошее даже вот в этой ванной пробка вот здесь вот она нормально закрывает но подобрать его было трудно одну поставлю вытекает другую вытекает нот какой-то нашел более-менее нормально а вот в этой ванной вот сейчас вот держится но от видно следы что на уменьшается уменьшается протекает немного ну вот такой секрет есть я им сейчас воспользуюсь потом покажу вам результаты я работал на строительстве гигантов металлургии лесохимии правильнее сказать гигантов индустрии и вот там такой метод узнал если какая-то вот делаешь бетонную емкость и со временем в бетоне и щели бывает и сам бетон пропускает и чтобы он был герметичным мы пользуемся таким методом на братском лесопромышленном комплексе выпускалась целлюлоза такими большими листами на картон похожий беленая не беленая целлюлоза была у нам почему-то мы бель беленой пользовались и если ее взять порвать вот эти вот кусочки на мелкие и бросить то со временем она забивает вот эти щели она куда вода утихать и уходит стекает и туда на целлюлозу эту затягивает засасывает и это целлюлоза забивает и делает герметичным ну как бы я это знал метод а потом забыл а тут вот недавно мне получилось его вспомнить вот я из таких вот бутыли что нынче лето жаркое и я сделал такой как бы капельный полив потому что далеко туда не шланг не проникает таскать ведрами тоже тяжело а я вот сделал вот нет такие банки потому что если от поливать растение сразу польешь а вода не всю впитает часть уходит а когда капельный полив он потихонечку снабжает и получается деревья выживают борется вот я сделал вот такую вот капельный полив даже не капельная струйный мелко струйный полив и вот как-то поставил под грушу потом прихожу смотрю пол банки осталось не вылилось как так стал искать эту дырку смотрю она как будто заклеена этим жвачкой жвачка меня не должно быть стал ковырять смотрю это просто целлюлоза я здесь мы бутылку и от него остались бумажные эти наклейки получилась целлюлоза на воде разложилась и запечатала он здесь довольно большая дырка шилом сделаны и поэтому вот этот метод я вспомнил и вот хочу вот здесь вот я сейчас сделаю нарву бумажки вот эти вот салфетка обычно обеденная и брошу заполнил ванну посмотрим потом что получится доложу вам вот такие вот кусочки нарвал набросал они быстро воде смочились водой потом под воздействием от этой влаги тепла солнца да вот уже они такие становятся непрочными хрупкими еще разложится на более мелкие и со временем они должны вот то что пропускает эта пробка они должны загерметизировать посмотрим проверим ну что прошли сутки подводим результаты эксперимента уровень воды не изменился все эти липучки целлюлозные так оказались сюда их притянуло видно подтекала немножко сейчас вот видно чуть чуть уровень меньше стал но это я сам отливал а так все она на месте работает получается что метод работает как для больших емкости так и для малых но отверстие конечно если убрать пробку ее не забьет можете забить если много набросать но это для таких вот небольших отверстий во всяком случае для шила такого отверстия как шила и других более мелких все это работает так что пользуйтесь лайфхак ну да 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 Продолжение следует...